Привет, я Стив Келли, старший пастор церкви Волна, Вирджиния-Бич, штат Западная Вирджиния. Как всегда, хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня с этой программой в свою гостиную, номер отеля, домой или в какое-то другое место. Я уверен, что вам понравится сегодняшнее послание, и с церкви Волна мы проговорим сегодня слово в вашу жизнь. Готовьтесь, это слово изменит вашу жизнь. Вы удивитесь тому, как Божие Слово может помочь вам в повседневной жизни. Давайте поговорим о вашей жизни. Откроем 44-й псалом, посмотрим 2-й стих. Он поможет нам изменить душу. Давид поет «Излилось из сердца моего слово благое». Пожалуйста, повторите это за мной. «Излилось из сердца моего слово благое». Как патетично. Прошу вас повторить это еще раз. Давайте вместе. Аминь. Вы не смогли сказать это с радостью, поэтому примите мое проповедь. Потому что царь Давид сочинил чудный псалом. «Излилось из сердца моего слово благое». Я говорю песнь мою о царе. Язык мой, трость, скорописца. «Излилось из сердца моего слово благое». Следующая строка принадлежит перу царя Давида. «Мижи мои прошли по прекрасным местам». Также мы читали и эту строку. «Внутренность моя учит меня ночью». Вот откуда мы знаем, что в его сердце. «Излилось из сердца моего слово благое». Я говорю песнь мою о царе. Язык мой, трость, скорописца. Царь Давид знал, что его язык начертал сей псалом, и это определило его жизнь. Царь Давид сказал. «Я слагаю мою песнь». Какие песни вы поете себе? Я все время твержу об этой теме. Это история моей жизни. Какую композицию поет ваш язык? Что исходит из вашего сердца? «Излилось из сердца моего слово благое». Песнь моя о царе, и язык мой является тростью скорописца. У Иова был мрачный период в жизни, и он сказал так. «Я знал, что будет так. Я знал, что все было слишком хорошо, дабы быть правдой. И это был вопрос времени, и теперь все погибли. Случилось то, чего я боялся больше всего. Меня настигло то, чего я страшился больше всего». То есть Иов поет свою песню, и его язык – трость скорописца. «И из его сердца изливаются слова». Все было слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Кстати, я проповедую лучше, чем вы слушаете. Сегодня вы упрямитесь. Не хотите говорить ни на что. Аминь». Друзья мои, где же ваша радость? Мы позволяем событиям строить нашу жизнь. В церковь мы дозволяем определять наш выбор и решение событиям, мнению и поступкам тех, кто нас окружает. Проявите осторожность, потому что такая точка зрения уже управляет нашей жизнью. Есть один отменный стих, где говорится, что нам свойственно обвинять других. Ведь наилегчайшее занятие в мире – обвинять остальных людей в своих проблемах. Иов сетует, а Давид поет «Песнь моя о царе, и язык мой трость скорописца». Что мы говорим? «Я пою свою песню». О чем идет речь? Наша жизнь как книга. Каждый записывает свою историю. Я тут стараюсь для вас и разъясняю вам Библию, а вы молчите. Ну что ж, твоя жизнь – это книга. Ты пишешь историю своей жизни. Вы сетуете. «Моя история жизни – это полный хаос». Здесь я изменил бы строчку, а там, ну, наверное, сократил бы. Когда я захожу в магазин, то я выбираю короткую очередь, чтобы быстрее отовариться. Я считаю покупателей перед собой. Затем я ищу клиентов, у которых меньше покупок, и проворного сотрудника на терминале. И вдруг передо мной возникает клиент с кучей продуктов. «Это история моей жизни». Каждый мой кассир был медленным и неуклюжим. Вот она, история моей жизни. Братья и сестры, если это история вашей жизни, а ваш язык – это трость скорописца, то вам нужно изменить свою историю. Разрешите мне прибавить скорость, ибо мне надо проповедовать чуть быстрее. Первая книга царств, 30-я глава. Вот она, плохая история. Почему плохая? А вот в чем суть ее. Аминь. Смотрите, Давид берет всех своих витязей на сечу. Церковь, читая историю, мы замечаем, что царь Давид не должен был сражаться вместе с ними. Это был просчет, ни много ни мало. Давида полководца, он оставил женщин и детей в лагере без стражников. И это грубый стратегический промах. Ну что же, читаем историю. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикелак, а малекитяне напали с юга на Сикелак, и они взяли Сикелак и сожгли его огнем, а женщин и всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен далеко и ушли своим путем. Но царь Давид не оставил стражей. Дорогие прихожане, обратите внимание на то, что когда евреи вернулись, враги забрали всех женщин и детей, все ценности и продовольствия. А маловажные вещи сожгли. К несчастью, под началом Давида были самые худшие твердолубые вояки. Вы со мной? Храбрый царь призвал их одолеть Филистимлин. Богатыри пошли в бой, но враги подобрались с тыла и все забрали. Дорогие друзья, хочу спросить вас, что бы вы почувствовали, если бы вы повели их в тот бой, зная, что все женщины, все дети и старики попали в плен к врагу? Вывод. Никогда не иди сражаться туда, куда Бог не звал тебя. Послушайте, дорогие, вам всегда будут дорого обходиться бои, в которые Господь Бог не зовет вас сражаться. А теперь превратитесь в слух, если вы на кого-то обиделись, то в этом случае проигрываете только вы. Услышьте, не воюй там, куда Бог не звал тебя, ибо ты проиграешь. А теперь смотрите, что стряслось. Давид в уныние. Что же случилось? Первая книга царств, 30 глава, 6 стих. Давид был сильно смущен, потому что народ, могучие ратники Давида, сражавшиеся за него, хотели побить его камнями. Ибо скорбел душою весь народ. Каждый о сыновьях и дочерях. Лично я понимаю их. Ребята в ярости. Давид, я жизнь отдал тебе, поклявшись в верности. Был готов душу отдать в бою за тебя. Но ты принес беду моей жене и детям. Я шел в бой, чтобы защитить их, а теперь враги забрали их. Обратите внимание, царю Давиду было не просто плохо, а очень тяжело. Ведь те, кто должен сражаться за тебя, теперь идут против тебя. Давиду предстояло воссесть на царский престол. В Священном Писании сказано, что народ стенал и горевал о сыновьях и дочерях. Но Давид кое-что знал о лидерстве, ведь это же плохая история. Из сердца Давида излилось благое слово. Я говорю, песнь моя о царе. Песня о царе, то есть о нем. Язык мой трость скоропистца. Жизнь Давида — это книга, он пишет свою историю. Друзья, это черная голова. Ему было очень тяжело, ибо народ сильно горевал. Вспомните людей, у которых горе. Я узнал одну вещь. Подбодрить обездоленных нелегко. Вот один мощный библейский стих. «Давид обрел силу у Господа, своего Бога». Мне по сердцу и такой перевод. «Давид укрепился Господом, его Богом». Говорю вам, в вашей моей жизни будут времена, когда и самые близкие, кто обещал быть всецело верным вам и мне, иногда будут выступать против нас. Давид должен был научиться такому принципу. Мой язык — перо искусного писаря. Я не водим окружающей действительностью и настроим людей против меня, а черпаю силы в Господе. Наш Давид вспомнил, как пророк Самуил помазал его маслом оливы, как он умертвил льва и медведя, а впоследствии и Голиафа. Я вспомнил, как он возрастал как лидер. Бог помазал его и дал силу. Давид сказал, «Я не останусь в этом состоянии. Язык мой, трость скоропистца, мой Бог за меня». Я допустил ошибку. Я попал в затруднительное положение. Я выкарабкаюсь из «я». Благое слово. Оно излилось из моего сердца. И в этой главе я не задержусь надолго, потому что я пойду далее. Я вижу, как многие застряли в этой окаянной главе. Эти люди все время поют одну и ту же песню Горемыки. Что же им нужно? А им нужно научиться ободрять себя в Господе Боге. Надеюсь, вы еще со мною. И вот еще пара мыслей. Мысль номер один. У каждого христианина есть главы. Не только глава, но много глав. Друг, это лишь глава, а не вся история. У каждого есть главы. Услышьте меня, пожалуйста. И у вас есть свои главы. Это слово для вас, для вашего ремесла, для домочадцев, для сына, для дочери. Оно для вас. У каждого христианина есть главы. Есть сумрачные главы, но это лишь глава, а не вся история. Задумайтесь о том, что богатыри Давида отвернулись от него. Вот еще важная мысль. Наше восприятие сегодняшней главы нашей истории. определит последующие главы. Наше восприятие сегодняшней главы нашей истории определит последующие главы. Услышьте меня. Язык мой. Трость. Скраписца. Я пою свою песню. Наше восприятие сегодняшней главы нашей истории определит последующие главы. Скажите «Аминь» на это. Можно принимать истину сердцем, но не понимать ее умом. У каждого из нас фильтры «Дай нам, Господи Боже», правильное восприятие вещей. Обратите внимание на эти слова. Наш взгляд на проблему становится еще большей проблемой, чем сама проблема. Услышали меня, да? Наш взгляд на проблему становится еще большей проблемой, чем сама проблема. Бывает и так. В наших глазах она становится больше, хуже и тяжелее, ведь наш язык — трость скоропистца. Друзья, мы поем песню нашей жизни. Наши уста глаголют от избытка нашего сердца. Наше восприятие сегодняшней главы нашей истории определит последующие главы. Случилось то, чего я боялся больше всего. Меня настигло то, чего я страшился более всего. Давид пропел «Моя внутренность учит меня даже ночью». Если ты с Богом, то проверь свое отношение к настоящей главе твоей жизни. Здесь был один старшеклассник, и этот парень является одним из лучших гольфистов в своей средней школе. Бог спас его перед окончанием школы. Он закончил спортшколу и колледж. Прошло полгода, как он христианин. И после колледжа я сижу рядом с этим юношей. Джош помогал ему, наставляя его в истине. Гольфист был новообращенным. Его отец — военнослужащий высокого ранга. И вот я говорю ему, «Друг, после колледжа будет много искушений и давления. Ты уверовал недавно, я знаю, что такое учиться гольфу. Я понимаю, что и ты, и твой отец желаете, чтобы ты был там. Но что важнее в твоей жизни — связь с поместной церковью. Если после колледжа ты не наладишь связь со здравой поместной общиной, не просто христианским лагерем, а с доброй поместной конгрегацией, где у тебя будут настоящие друзья, то жизнь в колледже легко собьет тебя с истинного пути. Я был твоим пастором, и поэтому говорю тебе, чем бы ты ни занимался, всегда оставайся в церкви. В первый год учебы он стал наркоманом, во второй год — наркоторговцем, в третий — оптовым поставщиком наркотиков. Вы знаете, я никогда не забуду, как этот несчастный человек позвонил мне по телефону и сказал, «Меня арестовали за торговлю наркотиками в городке колледжа». А это преступное деяние. Дорогая церковь, я никогда не видел, чтобы юноши так плакали, как он. Говорю вам, это был другой человек. Он сделал неправильный выбор, от чего ему стало очень плохо. Я говорю ему, «Братец, посмотри-ка на меня». Это не ты. Ты лучше. Не позволь этой главе определить твою жизнь. То, как ты смотришь на эту главу, определит последующие. Да, ты допустил ошибку, но я на твоей стороне. Я верю, что Господь Бог сделает так, что тебе облегчат наказание. Я разговаривал с секретным сотрудником из-за дела по борьбе с наркотиками, и он спросил Стив, сколько денег прошло через его руки. Он добавил, «Ты дал ему ложную надежду». Ему никак не облегчат наказание. Он заработал много. Столько наркотиков прошло через него, он попал по полной программе. Но знаете что? Состоялся суд, и наказание смягчили. Ему удалось вернуться в спортшколу. Я сказал, «Не позволь мраку верховодить будущим». Ты не преступник и не поставщик наркотиков. Это не история твоей жизни. Да, ты совершил ошибку. Это всего лишь глава. «Покайся и иди вперед». Да, ты сильно согрешил. Я не верю, что ты вернешься к тому греху, но что ты изменишься. Все так и произошло. Друзья мои, то, как вы относитесь к настоящей главе жизни, определитель оставшегося. Послушайте пункт третий, потому что он очень важный. Дальновидные христиане всегда смотрят за пределы сегодняшней главы. Дальновидные христиане всегда смотрят за пределы сегодняшней главы. Пусть твое мнение о себе не зависит от этой главы. Живите Богом, а не текущим положением вещей. Аминь. Наши примеры и свидетельства особенно важны во время проблем, чем когда все хорошо. Наши примеры и свидетельства особенно важны во время кризиса, чем когда все хорошо. Скоро я уже закончу, потерпите. Вот где должна интуиция лидера вступить в силу. Вот где вы учитесь вести за собой. Если вы разведены, то не нужно бичевать себя за это. Дорогой мой друг, я хочу воодушевить вас и сказать, если вы потерпели крах в бизнесе и обанкротились, то во имя Иисуса это не конец вашей истории. Брат мой, если вы приступили к границу нравственности, это не конец вашей истории. Это лишь одна глава. За этой главой может последовать светлая жизнь, и ты поднимешь голову и скажешь, «Мой язык — это трость скоропистца. Кровь Господа Христа омыла меня, и грех остался позади, в прошлом. Я усвоил этот урок, и теперь иду вперед во имя Иисуса». Дальновидные христиане живут за пределами сегодняшней главы. Я не такой. Это не история моей жизни. Ну и последнее на сегодня. Некоторые худшие главы — это начало лучших историй. Надеюсь, я прав. Некоторые худшие главы — это начало лучших историй. Что же стало с царем Давидом? Помните ли вы это повествование, и чем кончилось оно? Он под прессом. Еще миг, и его убьют. Но Давид научился не жить с сегодняшней главой. Давид обрел силу у Господа. Еврейских жен взяли в полон. И у Давида не было друга, который бы поддержал его, но все хотели убить его. Некому было его поддержать, кроме Господа. Писание говорит нам, Давид обрел силу у Господа. Он обрел храбрость и повел воинов в бой. И эта отвага вернула им жен и детей своих. В первую очередь, давайте делать главное. Давайте сражаться в духе не только для того, чтобы победить эту тьму. Но мы будем бороться за своих женщин и детей. У Давида была способность видеть дальше нынешних проблем. И благодаря этому они отвоевали супруг и детей. Дорогой мой друг, вот вам мой совет. Нет, хватит ориентироваться на обстоятельства вашей главы. Лучше поверь в то, что Господь Бог вернет тебе отнятое во имя Иисуса, пусть так оно и будет. И пришел Давид в Секелак и послал из добычи к старейшинам Иудинам, друзьям своим, говоря, вот вам подарок из добычи, взятый у врагов Господнях. Мне нравится следующая мысль. Если сейчас все плохо, то почему так должно быть всегда? Вы можете изменить историю своей жизни во имя Иисуса. Обратите внимание, царю Давиду было не просто плохо, а очень плохо. Ведь те, кто должен сражаться за тебя, теперь идут против тебя. Давиду предстояло воссесть на царский престол. В Священном Писании сказано, что народ стенал и горевал о сыновьях и дочерях, но Давид кое-что знал о настоящем лидерстве. Давайте, церковь, восплещите Господу. Надеюсь, вам понравилось это послание. Уверен, что Бог желает говорить к вам прямо и без посредников. У Бога есть план и цель для вашей жизни. И самое важное, что должен сделать каждый человек, это наладить личные отношения с Иисусом Христом, как со своим Господом и Спасителем. Библия говорит, что Он друг, который ближе брата. Нет ничего лучше, чем поддержка семьи. Согласно Библии, Иисус – ваш друг, который ближе, чем брат. Если вы никогда не приглашали Иисуса в свою жизнь, или же вы не уверены в том, делали вы это раньше или нет, или же если вы не живете для Бога так, как раньше, и хотите восстановить свои отношения с Богом, то я хочу предложить вам помолиться. Просто скажите, дорогой Иисус, войди в мою жизнь и прости все мои грехи. Я принимаю тебя, как моего Господа и Спасителя. Я верю сердцем и исповедую устами, что я христианин, и мои грехи прощены. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Если вы произнесли эту молитву, то я хочу вас поздравить. Это очень важная молитва, когда вы признали свою нужду в Спасителя. Также я хочу помочь вам возрастать в Иисусе. Пишите нам. Сообщите, что молились вместе со мной. Наш адрес вы видите сейчас на экране. Свяжитесь с нами, и мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы помочь вашему духовному росту. Если у вас нет хорошей церкви, то мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам найти хорошую и здоровую церковь. Я также приглашаю вас в Вирджиния Бич в Церковь Волна, если вы живете в этом регионе. Мы с радостью приглашаем вас в Церковь Волна в следующее воскресенье. Мы растущая церковь, любящая Бога, жизнь и людей. У нас есть несколько кампусов, расположенных по всему Хэмптону. Чтобы узнать о местонахождении кампусов и часах служения, заходите на наш сайт. Я бы хотел еще раз обратиться к вам и сказать о том, что у вас есть уникальная возможность стать частью нашего служения. Эта программа, транслирующаяся по телевидению, является одной из самых популярных христианских программ с самым высоким рейтингом в Хэмптоне. Я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы смотрите нас каждую неделю и предложить вам стать нашим партнером. Я верю, что именно благодаря нашим верным нынешним партнерам и тем, кто к нам присоединится, мы сможем транслировать эту передачу на уровне страны и даже за ее пределами. Сейчас эту программу уже выпускают в России и на Ближнем Востоке. Если вы хотите посеять свои финансы, принести щедрую жертву, если хотите пожертвовать сейчас или присылать пожертвования еженедельно или ежемесячно, то мы с радостью дадим вам всю необходимую для этого информацию на сайте, адрес которого вы видите на экране. Станьте нашим партнером и помогите нам распространять это меняющее жизни послание. Господь, мы прославляем Тебя и Твое имя во имя Иисуса. Служение — это то, к чему меня призывает Бог. Я с детства в церкви. Я знал, что именно так и нужно жить. Я не знал, почему, но знал, что так надо. Помню, как однажды мой пастор пророчествовал мне, что в 16 лет я уже буду проповедовать. Тогда мне было 8, поэтому я просто забыл об этом. Позже мы приехали в Вирджиния-Бич, и в старших классах я стал посещать уроки по изучению Библии. Там я впервые проповедовал Евангелие. Я поднялся, чтобы призывать к покаянию, и вспомнил, это же исполнение того пророчества. В то же самое время я готовился к поступлению в колледж на специальность архитектор. Я поступил в известный университет. Моя семья была очень рада, но потом возник конфликт, когда я понял, что все это не для меня. Я стал молиться об этом и спрашивал Бога, «Ты действительно хочешь, чтобы я поступил в библейский колледж?» Он ответил, «Да». «Тебе нужно твердое основание». Я постоянно боролся с мыслью, что же мне выбрать. Я решил поступить в лидерский колледж Церкви Волна, и еще ни разу не пожалел об этом. Мне нравятся отношения преподавателей тут. Они действительно заинтересованы в том, чтобы помочь вам и узнать вас поближе, открыть все ваши дарования и таланты. Обучение в этом колледже стало прекрасным основанием для моего служения в роли пастора. Я уверен в себе и с радостью жду того, что Бог приготовил для меня в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok